итак друзья частенько ли вы слышите фразу а забейте мне пожалуйста итальянского супчика а если нет это значит что ты просто не знаком с новой линейкой kitchen от компании спектрум или вообще не знаком с компанией спектрум или же друзья такую фразу как берете 50 процентов бекона от спектрума и 50 процентов любой карамели да 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 друзья именно так все это и происходит на самом деле поел супчик и все именно так и ты все понял правильно сегодня компания спектрум сегодня я и сегодня новая линейка kitchen line от компании спектрум погнали и как всегда заставочка вот быстренько незадолго до того самого хука клап шоу ссылочка на которую у меня будет в левом или в правом углу вы можете перейти посмотреть как это было я был на стенде у компании спектрум первый же день выставки но ждали нас на второй день потому что во второй день гуляя по уже второму залу в мой аккаунт той самой соцсети которую мы сейчас не называем мы не называем просто что-то на уровне волан-де-морта с гарри поттера именно в ту самую сеть поступило сообщение от компании спектрум что зайдите алексей пожалуйста на стенде покажите эту смс-ку вам выдадут блогер бокс и что же мы в итоге имеем а это полный блок вкусов новой линейки которая вышла которую я в принципе прокурил на стенде ки но вы сами прекрасно знаете что то что ты куришь там это что ты куришь дома совершенно две разные вещи и это здесь опять как всегда подтвердилась сейчас расскажу и 2 вот такая вот тут уже чашки нету чашка вот там вот на полу вот такая вот чашка кристалл новая от компании спектрум под съемочку поближе друзья я не снимал но в любом случае я вам поближе покажу как это выглядит это выглядит вот так вот я надеюсь сейчас свет отлично играет здесь на тыльной стороне у чашечки имеется корону и здесь лепесток компании спектрум чашку мы погоняли покурили сейчас расскажу по чашке но чуть-чуть доберемся до нее я думаю друзья что первое что вам будет интересно что же такое и чинлайн компания спектрум это та самая компания которая не кривя душой делает гастрономию и у нее есть куча всяких интересных вкусов аджика бекон куча 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 всяких да спайси чизы и все остальное игорь привет помимо того что есть отдельные вкусы какие-то да у компании теперь компания просто выкатила вот такую вот кухонную бомбу в сторону любителей вот такой вот необычной гастрономии давайте сразу уточним что по сырью каких-то изменений по продукту ничего нет упаковки все те же самые только выкатили новую линейку вкусов что я почувствовал этом и как это было интересно мне поможет в этом вот такой вот дружок я делаю здесь теперь регулярно заметочки как это пахнет из пачки как это курица какие послевкусия на каком вдохе что выделяется короче все здесь первый вкусец который я покурил дома и который наверное был максимально интересный необычен как же его все-таки компания раскроет и тут стоит напомнить о том что все вы прекрасно смотрели аладдина до сказочный рай друзья пряный карри короче первое что хотелось бы сказать что пряный карри это точно не вкус который бы я курил с утра я курил его именно с утра вообще друзья не экспериментируйте такое себе удовольствие на самом деле что в этом вкусе нас первое встретит из пачки так это конечно же яркий аромат специи но не знаю похоже ли это прям стопроцентно на какие-то специи карри у меня есть дома карри я примерно сравнивал но такое себе типа плюс минус что-то отдаленно есть но больше похоже просто на какие-то такие перец какой-то или что-то знаете вот именно перец который вы рассыпчатый до молотый черный перец на покуре это наверное я скажу что это немного похоже на карри я конечно не знаю как карри курица в естественном его виде но а вы закидываете на сковородку до какие-то ингредиенты сверху посыпайте карри и вот эти вот пары они очень похожи на то что вот здесь но это не стопроцентная вот это специи до карри которые мы привыкли это знаете такое ощущение как будто вы просто идете по рынку а рядом стоят куча прилавков с вот этот знаете который пряный ряд где куча всяких специй вот это она но что интересного я увидел в этом вкусе покурив его минут десять и делая более глубокие тяги прям максимально стараясь понять этот вкус я выделил одну ноту которая вообще никак тут не должна была присутствовать это именно вкус кожуры грецкого ореха и кстати да друзья сразу переходя до от ноты пряных карри пряных специй всего остального у нас сразу идет вкус которым в принципе можно помешать карри это итальянский супчик друзья я вас не обману если кто жил хоть какой-то период с бабушкой или берет у бабушки закруточки и есть такая закрутка называется лечо вот это она даже кашлять захотелось вот прям очень похожи на лечо вот прям очень похожи на томатные лечо курица курица как курица курица это максимально все также просто это реально похоже на такое легкое легкое лечо да это не настолько ярко как пахнет из пачки вот на покури могу выделить ярко выделяющуюся ноту базилика следующий друзья вкусец это чешский терделик короче помимо всех тех вкусов которые вошли в линейку kitchen line это наверное единственный вкус который не относится никак к кухне это более десертный вкус это когда вы вот покурили вот это лечо вы потом после этого закусили вот таким вот десертика сразу скажу что у компании элемент мне терделик понравился немного больше он есть по моему в линейке воздух вот я его курил и это был прикольный неплохой десертный вкус чем нас может порадовать терделик из пачки это наверное больше просто такое легенькое легенькое какао и ничего больше на покури же есть такая знаете небольшая нота не прям такой какой-то выпечки или еще какой-то булочки я так понимаю что терделик это булочка на самом деле это больше похоже на ноту знаете вот когда вам говорят давай покурим выпечку и вы покупаете какой-нибудь лимонный пирог там шарлотку еще какой-то десерт и вот это вот оно что сказать по этому вкусу курил бы я его на каждый день ну возможно бы может и курил но если есть типа вкус получше почему не взять получше я бы докрутил бы наверное аромку сделал бы чуть поярче и не знаю может быть сделал бы ее более сливочный какой-нибудь а вкус который просто есть и остаются у нас друзья два вкуса это творожный сыр и крекер с беконом вот творожный сыр я оставляю на самый последний вкус потому что там есть о чем поговорить а крекер с беконом мы с вами конечно же сейчас и разберем крекер с беконом это наверное самый противоречивый вкус данной линейки чтобы вы понимали первый раз покурил на выставке ничего не понял домой приехал первый раз покурил тоже ничего не понял второй раз покурил вообще нихрена не понятно не Не сказать, что пахнет каким-то крекером. Не сказать, что прям яркий запах бекона. Вот знаете, есть крекер тук. Вот с колбасками это как раз таки направление того самого крекера с беконом, который должен быть. Да, может это больше такое нота салями, но я вот так себе это представляю. Здесь я этого не чувствую. К сожалению, нет и курица это также максимально противоречиво. Ты куришь и не понимаешь, что это. Вкус чего это? То, наверное, это просто вкус, наверное, может быть бекона. Крекера я там точно не нашел. Ты читаешь название, что это крекер с беконом, значит ты по-любому будешь искать крекер и бекон. Вот бекон там можно как-то поискать, но крекер, наверное, нет. И последний, друзья, вкус. Груаль. Груаль просто компании Спектрум. Компания Спектрум, если вы посмотрите вот этот ролик, а я знаю, что вы его посмотрите, поэтому пришлите, пожалуйста, большую банку. Вот просто большую банку, можно даже стеклянную, с закруточкой моей супруги, потому что это просто взрыв, который я не понял на ХКШ. Это линейка, ее надо пробовать прям тщательно и желательно курить ее свежей. А, соответственно, когда ты идешь на ХКШ просто по кальянам, тыкая дамунштук в каждый, в каждую... То ты не понимаешь ни хрена. Потому что там написано, да, крекер с беконом, ты бах, покурил, непонятно. Творожный сыр. Вот с творожным сыром это вообще, он настолько мягкий, нежный вкус, что когда ты идешь по стенду и прокуриваешь его, если кальян подсаженный уже, ну, то есть там никого, ты тут не найдешь ничего и тебе покажется, что это просто проходниковый вкус. Но когда мы забили это дома, мы первый раз покурили, просто у всех уши отлетели, я не знаю, влево-вправо. В комнате стоял яркий насыщенный вкус сливочного сыра. Какой сыр я ел такой? Это есть сыр, по-моему, Хохланд, вот такой вот зелененький, называется творожный сыр. Если найду в интернете, вот здесь вот ставлю картиночку обязательно вам, как он выглядит. Вот это, друзья, прям один в один этот вкус. Ты чувствуешь там творожный сыр с нотами укропа. Или, знаете, даже может такой легкой-легкой нотой каких-то соленых огурчиков или чего-то такое. То есть тот сыр Хохланд, они как раз-таки и добавляют вот эти всякие травы. Там очень, кстати, чувствуется ярко нота укропа. И таких немного-немного, знаете, на отдаленности соления. Вот здесь это все присутствует, это все работает и это офигенный вкус. Друзья, я говорил, что мы вернемся к чашке. И что касаемо чашки. Если ассоциировать эту чашку как компанию Спектрум и что продукт Спектрум на ней должен куриться офигенно, нет. Что я здесь курил и что мне понравилось? Более сиропистое что-то. Вот, кстати, молодость мы сейчас отснимаем. А молодость на ней курится довольно-таки неплохо. Но не продукт Спектрум. Но при всем при этом, друзья, как минимум, стоит отдать дань уважению компании Спектрум. Что визуально она выглядит действительно в виде такого просто кристаллика со всех сторон грани кристалла. Визуал офигенный. Я на ней, бывает, покуриваю. И это прикольный, прикольный, интересный продукт. Единственное, что я бы сточил вот эти, как уже все любят делать, эти грани. Потому что колаут, да, бывает скользит. Вот такой вот, друзья, у нас обзор получился на новую линейку KitchenLine от компании Спектрум. Я это сделал максимально быстрее, чем я делал это в предыдущие разы. Компания Спектрум прекрасно знает, как долго я снимаю дропы, как после того, как они мне приходят. На вот такой ноте, друзья, на вот такой вот просто сливочно-сладостной ноте, обязательно напишем в комментариях, что вам понравилось из линейки, если вы ее попробовали. И если вы были на Хэкэшай, и может быть вам там уже что-то закатило, обязательно напишите об этом в комментариях. Подпишитесь на все мои существующие сейчас соцсети. И вот теперь, друзья, пока. Увидимся, как всегда, в следующем ролике. Субтитры сделал DimaTorzok